Добрый вечер. В эфире аналитическая программа «Триггер». Как всегда, каждый вторник в 20.00 с вами политические аналитики и авторы нашей программы Алексей Тулбурис, Телла Жантуан и Виктор Чобану. Газовый кризис, похоже, не собирается отступать. Власти страны ищут его решения, призывая к солидарности и обещают повысить компенсации на потребление газа. Оптимизм граждан страны по поводу выхода из кризиса заметно падает, не говоря уже о обещанных переменах и эффективному управлению страной. Нарастающее недовольство грозит социальными всплесками и падением рейтинга правящей партии. Что происходит и почему иссякает кредит доверия к новой власти? Является ли газовый кризис проблемой только власти партии ПАЗ или это проблема общенационального уровня? Означает ли призыв гражданской солидарности призывом к необходимости просто запастись терпением? Или гражданская солидарность это прежде всего объединение усилий всего общества по разрешению общих насущих проблем? Но до начала наших дискуссий давайте послушаем, что предлагает власть. Президент Республики Молдова Майя Санду обратилась к правительству с просьбой найти в ближайшие дни решение для увеличения компенсации за тепловую энергию, а в случае увеличения тарифа за природный газ увеличить и компенсацию за газ. Об этом сообщается в пресс-релизе главы государства. Мы обсудили с коллегами из парламента и правительства большие счета за теплоносители газ, которые являются следствием продолжающегося роста цен на природный газ на европейском рынке. Мы установили, что необходимы дополнительные меры по оказанию помощи потребителям для оплаты теплоносителя, заявила глава государства. Итак, то, что видит власть в данной ситуации, это два таких основных момента. Призывает к солидарности, гражданской солидарности. И второй момент власти рассматривает, и президент вышел с этой инициативой к правительству, рассмотреть повышение компенсации на теплоэнергию и в случае роста цен на газ и на газ. Сколько может длиться вот этот период компенсации? То есть мы понимаем, что у власти нет столько денег для того, чтобы постоянно компенсировать рост этих цен. Вот какой выход из положения? Я думаю, что как минимум до конца отопительного сезона ситуация резко не улучшится, учитывая ситуации на мировых рынках. Все мы, конечно, ожидаем, что рынки стабилизируются и как-то цена вернется в какие-то нормальные такие приемлемые коридоры и будет легче управлять этим. Но пока ситуация именно такая, и действительно кризис в полном разгаре, надо иметь это в виду, и власть предпринимает вот те меры, которые она на сегодняшний момент считает возможным и необходимым. Между тем, вот я пунктиром буквально скажу, что то, чего не было в репортаже, между тем состоялся телефонный разговор между вице-премьером Спыну и главой Газпрома Миллером, связанный именно с этой ситуацией, когда мы должны не только текущие платежи, так сказать, успевать перечислять Газпрому, но и половину, так сказать, за следующий месяц авансом. Это, конечно, сложная ситуация и, конечно, это, несомненно, плохой пункт в контракте с этим авансовым платежом, тем более, что подписывал контракт, опять же, Молдова Газ, который знает, как он собирает платежи, а собирает Молдова Газ постфактум, то есть месяц проходит, собирает эти платежи и потом только перечисляет. Значит, можно было, я думаю, предусмотреть эти ситуации еще на момент подписания и, по крайней мере, вот эти вещи оговаривать. Ну, вот глава Молдова Газ, Вадим Чебан, заявил, что он общался практически со всеми молдавскими банками, никто кредитовать Молдова Газ якобы не собирается. Мне кажется, это довольно странным, учитывая обороты такого, ну, одного из крупнейших предприятий в республике Молдова. Я не думаю, что банки все прямо отказали бы Молдова Газ в кредите. Видимо, менеджмент Молдова Газа был все-таки не очень убедительным, когда объяснял или не объяснял, наоборот, банкам необходимость в этих платежах. Еще раз хочу обратить внимание, что здесь нет необходимости каждый раз вот эти накапливать и брать кредиты каждый месяц. Вот здесь заблуждение, я вижу и в комментариях в сетях на эту тему. Это рекурсивная процедура. Если бы Молдова Газ получила достаточно большой кредит и положила его в виде аванса в первый месяц, а потом бы собирала платежи за этот месяц, у него бы образовался уже этот излишек, который пошел бы на следующий месяц и так далее. То есть это один раз надо положить большую сумму и дальше работать в нормальном каком-то режиме. Но это все организационные, так сказать, моменты, которые я считаю, что менеджмент Молдова Газ не дорабатывает добросовестно до конца, поскольку эта проблема в первую очередь с ним связана. И вот, в общем-то, зная, что правительству просто некуда будет деваться, то есть уже есть прецедент по ноябрю, когда правительство просто перечисляет, потому что иначе, а каких других выходов-то просто нет. Тогда Молдова Газ опять прибегает к таким по пути наименьшего сопротивления, так сказать, действует. Поэтому я хочу сказать, что в этой связи, ну это, в общем-то, вот вопросы, связанные с текущей ситуацией. Я внимательно следил за комментариями в соцсетях, в прессе, на телевидении, которые появляются. Меня несколько удивляют вот такое отношение, когда я понимаю, что оппозиция должна критиковать власть, причем во всех ситуациях. Но в данном случае у нас экстраординарная такая ситуация, экстраординарный кризис, который не был создан нынешней властью. И я бы ожидал вместо такого садистского удовольствия, которое сквозит в комментариях, что вот власть опять не доработала опять проблемы. И буквально такие радостные реляции на оппозиционных каналах опять подняли сцены на топливо, опять подняли сцены на солярку, на бельзин. Так действительно, и баррель поднялся. И это опять ударит и по тарифу на газ, и так далее, и так далее. Мне кажется, что здесь было бы уместней все-таки проявлять некий более конструктивный подход и выходить с какими-то все-таки предложениями. Вот этого я отжидаю. Вот именно вы упомянули Дадона, я хотел бы в данном случае поприветствовать такой подход Игоря Николаевича, когда он вышел и предложил план антикризисных мер. Если по пунктам с ними можно частично соглашаться, частично не соглашаться. Есть там, скажем, откровенно такие невыполнимые условия, я бы сказал. Не буду говорить сейчас про популизм, но это попытка все-таки предложить некий план. Заморозить тариф на пяти леях и на свет тот, который был до кризиса, я думаю, мы себе не можем позволить, мы не Франция, которая наплевать на МВФ, а тем более для покрытия Игорь Николаевич предлагает взять деньги из валютного резерва. Но не дает ему покой этот валютный резерв, постоянно он говорит об этом. Ну там почти 4 миллиарда уже собралось, кстати, последний платеж в 120 миллионов прибыл именно из МВФ, поэтому я хотел бы посмотреть, как МВФ отреагирует на предложение изъять тут же из этих валютных резервов и так далее. Но это все темы для обсуждения. Мы, кстати, у нас были периоды, когда мы жили без МВФ. Я предлагаю позиции до конца просчитать. То есть не просто вот так выбросить в публичное поле и сказать, вот это наш план, а вот просчитать. Потому что МВФ это все-таки в иерархии первый донор, за которым последуют остальные. Готовы ли мы в кризисе отказаться? Я хочу напомнить, что 2001 год, когда мы жили без МВФ, все-таки академическая ситуация была несколько другой. Я думаю, в период кризиса это для нас непозволительная роскошь. Я хотела бы еще коснуться такого момента, что эти проблемы, которые накопились, естественно, вы отметили, что это не из-за того, что виновата в этом власть, что это такие экзогенные внешние кризисы, факторы. То, что пандемия, то, что газовые кризисы. И тем не менее, наше общество, оно совершенно по-другому воспринимает призыв власти к солидаризации, к гражданской солидарности, к солидаризации общества. И, видимо, в который входят и политические партии, которые мы видим, что пользуются этой ситуацией. Некоторые из них и пытаются подстегнуть такое протестное настроение. Оседлать, скорее. Оседлать, да, вот эту волну и использовать ее. Непонятно, в каком русле. Кто-то говорит о досрочных выборах, кто-то говорит о том, чтобы снять отставку министра с Пыну или какие-то замены в правительстве. Они, естественно, назревают. И это нормально при, я так думаю, что при моноколорном правительстве. Потому что мы говорили не один раз на передачах о том, что вся ответственность, которая берет на себя власть, она, естественно, рано или поздно скажется и негативно на ней. Потому что не всегда власть может выполнять свои обещания. Особенно в такой кризисной ситуации, которая вступила партия ПАСС именно во власть. Но, тем не менее, думаю, что вот этот дух солидарности, который проявило молдавское общество при выборах и президента, и парламентских выборах, его необходимо сохранить. И проблема в том, что власть не всегда понимает, как это надо делать для того, чтобы сохранился этот дух. И развить какой-то все-таки диалог с партиями, с гражданским обществом, которое имеет эту экспертизу, необходимую экспертизу или опыт. Власть часто называет и апеллирует к специалистам из Запада или диаспоры, забывая о том, что в стране все-таки есть какой-то экспертный ресурс и профессиональный, который необходимо использовать. И я думаю, что власть прежде всего должна дать понятие, что есть общенациональные вопросы, проблемы, это то, что касается кризиса и газа, газового кризиса, энергетического, пандемической ситуации. И есть, конечно, партийные интересы, программы, которые каждая партия продвигает в парламенте по-своему. И вот эта проблема, как объединить общество под общенациональными проблемами, которыми их необходимо решать все вместе, мы опять возвращаемся к проблеме необходимости, инклюзивности акта управления страной. Я бы рекомендовала власти именно задуматься над этим, когда призывают к солидарности. Потому что солидарность это не означает просто молчаливое терпение и ждать, подпоясать свои рубашки, пиджаки и ждать, когда этот пройдет. И как власть говорит нам, что надо проходить это с достоинством. Ну, с достоинством надо проходить, но когда в карманах ветер и нечем платить за фактуры, и просто элементарно за другие услуги, конечно, тут уже говорить о терпении как бы не совсем уместно. Я один аспект хотел бы затронуть. Это у нас не первый раз в истории независимой Молдовы, когда в стране формируется однопартийное правительство. У нас уже такой прецедент был в 2001 году, после парламентских, досрочных парламентских выборов, тоже, кстати, досрочные выборы, с разгромным результатом победили коммунисты, и они сформировали однопартийное правительство. И президентом стал Владимир Воронин, была мажоритарная фракция в парламенте. Ситуации в этом смысле схожи. Но даже там были непартийные министры в правительстве. Значит, господин Воронин, президенты и фракции воспринимали победу как монополия на принятие решений. Все, мы победили, значит, мнения остальных не имеют значения, мы решаем все задачи. Если вы помните, то начало правления коммунистического, 2001-2002 год, в частности, начало 2002 года, ознаменовались массовыми протестами уличными. Что очень сильно дестабилизировало ситуацию и сразу дало понять власти, что да, вы можете так думать, но на самом деле реальная политика не так проводится и строится. И очень быстро, в том числе при помощи международного сообщества, партии коммунистов и президенту дали понять, что необходимо войти в диалог с оппозицией политической, с гражданским обществом и так далее. Что и было сделано. Был созван широкий политический круглый стол, на котором попытались обсудить существующие проблемы. Потому что, в первую очередь, Совет Европы очень быстро сформулировал в очень понятных терминах для тогдашней власти, что такое суд-демократия. Суд-демократия – это не только народовластие, но и учет мнения меньшинства, в том числе политического меньшинства и так далее. Вот этот круглый стол, не буду сейчас историю рассказывать, круглого стола, но она, в первую очередь, многому научила партию власти, которая поняла, что надо с оппозицией разговаривать. Далее вот эти идеи получили развитие и дошло до того, что в Молдове оппозиции отдали ЦИК, отдали счетную палату и так далее. То есть это даже закрепили в законодательстве. То есть определенное взаимодействие началось, и это сняло напряжение в обществе. В общем, это правление коммунистов, оно было относительно стабильным. В том числе поэтому, не только потому, что была конъюнктура экономическая, политическая, благоприятная и так далее, но и в том числе потому, что были сняты вот эти внутренние проблемы. Сегодня мы видим, что новая власть, ПАС, монопартийное правительство и президент тоже из этой партии проходит через кризис не меньший, чем кризис 2001 года. Там был чисто политический кризис, у нас сейчас санитарный кризис, энергетический кризис и так далее. И мы видим, что есть вот эта вот резкая и такая очень острая критика, которая идет от различных оппозиционных сил. Справа слева мы видим, что критикуют действия правительства платформа «Да», которая являлась и является естественным союзником партии ПАС. Критикуют ПСРМ, которая является оппозицией слева, критикуют внепарламентская оппозиция, очень активный гражданский конгресс, партия «Перемен». Вот эти две партии, да, обязательно надо упомянуть, потому что они очень активны и присутствуют в медийном поле. И партия «Перемен» еще сформулировала и свои предложения. Предложения сформулировала вот и ПСРМ, и партия «Перемен», и гражданский конгресс какие-то предложения формулирует, и платформа, да, и так далее. Я думаю, что сейчас приемлемый момент для того, чтобы повторить этот опыт. Любые аналогии, они хромают, так сказать, по многим, но надо понимать, что монополия на власть – это не значит полная монополия на принятие решений и игнорирование мнения остальной части общества, потому что политические партии все-таки представляют интересы определенных групп населения. За ними стоят избиратели и так далее. Даже если у некоторых партий рейтинг сегодня очень низок, тем не менее они являются выразителями каких-то идей, настроений. Ситуация может измениться очень быстро. Поэтому я думаю, что была бы хорошая идея, если бы из этой инициативы, естественно, должна выступить партия власти, созыва такой национально-антикризисной платформы. Если не нравится идея круглого стола или название, как угодно это может называться, но пусть за этим круглым столом соберутся люди, которые хотят способствовать выходу из, в первую очередь, энергетического кризиса и кризиса неплатежей. Потому что мы можем сколько угодно говорить о том, что вот хороший контракт подписали с «Газпромом», но люди по этому контракту не могут платить. Правительство приходит с компенсациями. Вот они сегодня заявили о том, что отопление, они будут повышать компенсации по отоплению и так далее. Но насколько это охватит правительство? С одной стороны. С другой стороны, если деньги уходят на компенсации, это не деньги развития, это не инвестиции. Это мы поставлены в условия прозябания и выживания. Я бы хотел, чтобы... Речь идет о миллиардах. И когда мы говорим о том, и правительство своих этих говорит о том, что вот в особенности там, где люди не могут регулировать, мы этим людям будем помогать. А почему они разработаны национальную программу по установке во всех жилых блоках, многоквартирных домах, системы учета тепла и регулирования тепла? Вот это вот экономический и очень мудрый подход. Я думаю, что этих миллиардов, которые уходят в этом году, но тут выхода нет, уходят на компенсации, в будущем могли быть использованы для модернизации вот этой системы отопления. Вот этот круглый... Пусть люди там выступают, пусть гражданский конгресс выскажется, и пусть пресса это подхватит, пусть выскажется платформа «Да». Вот в этом диалоге может родиться решение. Это один аспект. Второй аспект – это, естественно, если человеку дают высказаться, и людям дают высказаться, их приглашают участвовать в решении проблем, это снимает напряжение. То есть люди чувствуют, что их не игнорируют, а приглашают в какой-то процесс. Кроме того, я хотел бы добавить буквально два слова, что такой глубокий и комплексный кризис, в котором мы фактически и говорим о двух кризисах, которые наложились один на другой, это своеобразный идеальный шторм, который случился. И мы в него попали, да. Так вот, выйти из него – это задача, мне кажется, нерезрешимая и неподъемная ни для одной политической силы индивидуально, какой бы она там ни была продвинутой, талантливой и так далее. Это действительно кризис, который коснулся всех, и вот сейчас как раз то, что говорил Алексей, это такие вот условия, что надо всех привлекать для того, чтобы попробовать, по крайней мере, выйти из этого кризиса. Я просто одну ремарку. Это не значит и не гарантирует выработки какого-то идеального, замечательного и оптимального решения. Результат может быть не очень удовлетворительный, но сам процесс диалога, сам опыт взаимодействия различных политических сил в ситуации, когда страна вся сталкивается с такими проблемами, он очень хорош, он очень полезен. Это нам понадобится в будущем тоже. Это полезно для партии власти, это полезно для оппозиции, которая должна не только критиковать, но и вот выйти с конструктивными предложениями, и можно и вырасти потом это во все, чтобы оппозиция получит какие-то посты, какие-то функции государственные, где будут отвечать полностью за сектор. Пожалуйста, покажите, на что вы способны. У нас проблема в том, что мы очень часто об этом говорим, и на протяжении многих лет, о том, что нужен политический диалог. У нас даже политики придумали такой термин, что давайте политически взрослеть. Но проблема в том, что показали политические, социально-политические процессы в стране, что наш избиратель молдавский взрослеет политически, и показывает свою способность такой солидаризации по вертикали, о которой мы говорили, а политический класс, по горизонтали, извините, по вертикали у нас этого нет, только в других случаях, а политический класс, он остается на таких, вот, побор, не то что, а вот, жертвой такого феодального синдрома. Знаете, когда ты получаешь власть и начинаешь определять какие-то вотчины для твоих сопартийцев, и тогда каждый, усевшись в это кресло, чувствует себя каким-то уже феодалом своего вотчины, и он начинает развивать свои приоритеты, не те, которые были развиты или были оглашены во время предвыборной кампании. И делиться с властью, это получается, что показать свою политическую слабость. Они так считали. Да, так получается, так думает наш политический класс. И вот я думаю, что уже должно настать это время-то, так называемое, политическое взросление, о котором говорит каждая политическая партия, и в самом деле предложить этот диалог, потому что это не признак слабости, а признак силы, мудрости политической, потому что если мы хотим поднять эту солидарность до общенационального уровня, мы должны понимать о том, что уметь формулировать общенациональные вопросы, которые в самом деле нас объединяют, потому что проблема кризиса энергетического, пандемического, рост цен, социальной уязвимости населения, и это дает не только падение рейтинга политических партий или партии власти, или кто-то хочет на этом поднять свой политический рейтинг. Это прежде всего касается каждого гражданина Республики Молдова, как и, собственно, членов этих партий. Они живут в тех же условиях, что и живет и население, остальное население страны. Тем более необходимо, я помню наши разговоры, вот на протяжении последних месяцев, мы признавали за партии ПАС право формировать и повестку дня, и назначать, и так далее, и принимать решения. И они об этом открыто говорили. Мы победили, мы берем на себя политическую ответственность. Но качество принятых и принимаемых решений, конечно, оставляет желать лучшего. И тут можно говорить и о сверах в целом. Об единомыслии и одноцветности. Мы говорили очень много о реформе юстиции, и пришли к выводу, что быстрых изменений не будет. Вообще мы изменений пока особых не видим. Не видим нигде. Да. Но вот, например, решение... Вот, например, в норы сидят люди, которые поставлены там плохотнюком, решали задачи обеспечения интересов вот этого клана мафиозного на протяжении многих лет. И совет по конкуренции, который решал те же задачи и так далее. В совете по конкуренции нет руководства, он не работает практически. Он вообще мертвый, да. Да. А в норы сидят те же люди, которые, да, опытные, но они морального права, с моей точки зрения, уже не имеют... Нет, но опытные в другом направлении. Опытные... И у власти сейчас идея объединить эти два неработающих... Да, пришла идея объединить эти два неработающих агентства, и вот в объединенном смысле авторы идеи говорили, что если они объединятся, там будет эффект замечательный. Я не понимаю, почему. Если два неработающих агентства объединить в одно, почему он станет работающим? Потому что он работает в Эстонии. Но извините меня, в Эстонии живут эстонцы, и в Эстонии работает все. Начиная от судебной системы и заканчивая независимостью прессы, парламентом, правительством, транспоретностью принятия. Там все работает. А мы живем в Молдове. Тут в Молдове живут молдаване, у нас такой политический класс, и такие институты, которые, как их ни объединяй, в три составных части, в две составных части, значит, четыре составных части. Они будут работать, точнее, не работать так же, как и не работали до реформы. И вот у нас ситуация такая, что полгода у нас сидят люди Плохотнюка в норе, а у нас энергетический кризис. И все получают зарплаты. Да, ну они, значит, как говорят некоторые, положили морду на лапы перед новой властью, и власть расслабилась. И сидится это по конкуренции, которые вообще не принимают никаких решений. То есть качество принимаемых решений не самое. Поэтому это еще один повод, значит, все-таки попытаться наладить какой-то диалог с оппозиционными партиями, пригласить еще каких-то экспертов. Экспертов, каких-то порядочных людей, которым надо прислушиваться. Потому что это нужно в первую очередь власть, и это нужно стране в первую очередь. Справедливости ради, хочу просто сказать, что вот то, о чем вы говорите, и вот Стелла до этого говорила о том, что власть и оппозиция у нас никогда практически не общаются, да не взаимодействуют. Мы можем много говорить об отсутствии традиций и так далее. Это не молдавское изобретение. Вот транзитологи обращают внимание, что вот в этих постсоветских, постсоциалистических странах всегда партия власти ведет себя так, что она захватывает вот эту монопольную позицию на принятие решений. И вот здесь у меня нет рецептов, как из этого выйти. Какие-то попытки есть. Вот то, что мы предлагаем платформу, это предложение. Единственное пожелание к нашим политикам – это быстро взрослеть. Вот кризис сейчас поставил нас перед такой, в общем-то, как я уже говорил, неподъемной задачей. Здесь надо быстро взрослеть, научиться взаимодействовать, слышать друг друга, вот что очень важно. И брать какие-то конструктивы, наверное, в каждом предложении из всех перечисленных вами, везде можно найти какое-то рациональное зерно. И из этого слепить какое-то более удобоваримое решение, наверное. Я думаю, что диалог все-таки поможет и власти структурировать, скажем так, стратегические свои цели. Потому что иногда вот такое ощущение, что власть болтает с одной стороны в другую. Здесь надо быстренько принять какой-то закон, там быстренько. И они как бы не вписываются в общую логику самого акта управления страной. Вот недавно правительство только об этом говорило, но недавно правительство уже как бы официально заявило, что никакой реформы местной администрации не будет. И тогда возникает вопрос. Когда правительство вступило в свою силу и управление, мы видим, что произошли такие изменения, что из Министерства экономики были взяты практически все, оставили только роль какого-то там разработчика, политик, а все перешло в Министерство регионального развития и инфраструктуры. И тут возникает вопрос. Если не будет этой реформы местной администрации, чем тогда будет заниматься, и о каком региональном развитии будет идти речь вообще тогда, чем будет заниматься это Министерство, и как будет оно развивать регионально страну или развивать регионы. И вот эти движения такие хаотичные, не совсем встроенные в какую-то определенную логику, мне кажется, что какой-то диалог с другими политическими партиями, которые в самом деле имеют какие-то решения и могут с ними выйти и проконсультировать власть, или власть может от них взять эти решения и реализовать, это могли бы как-то дисциплинировать и структурировать нашу власть. Мне кажется, что здесь власть как раз поняла, что реформы всегда проводятся очень сложно. И вот те пробуксовки, о которых мы говорим в нескольких уже передачах и постоянно с реформой юстиции, как раз привели к некому политически выгодному или прагматичному решению власти не проводить вот эту реформу. Поскольку все мы понимаем, что убрав массу вот этих промежуточных звеньев, сразу много чиновников останутся без работы, все они будут, так сказать... Это не популярные меры, но вопрос в том, что вот такого консолидированного большинства и еще какого-то монолитного может в ближайшее время уже не повториться и не быть. А не проводить эту реформу, это очень плохо и очень опасно. Мы же постоянно говорим, для Молдовы неподъемный чиновничий аппарат. Вот это районное звено, эти 32 районов, это уже об этом столько раз говорено, что в Молдове может быть там, скажем, 10 максимум вот этих районов или регионов или еще чего-то. В общем, надо все это сокращать. Вот власть, к сожалению, мне кажется, здесь себе записывает большой минус тем, что она не идет, она фактически демонстрирует слабость. Пожалуйста, минутку, потому что у нас мало времени. Надо забывать, что любые такие фундаментальные реформы имеют смысл и необходимо начинать как раз в начале мандата. В начале мандата, правильно. В противном случае потом они, либо профанация происходит, либо опять подгонка под выборы. Наспех, да. И что касается вот того, что вы говорите, что какое будет развитие. Развития не будет, а будет пиление, распил будет центрального бюджета и будут принимать решение опять в Кишиневе. И при том, что нынешняя власть, она благородная, в сравнении с предыдущими и прочими. Все равно они впадут в этот грех неприходящий. Ближе к каким-то очередным выборам. Да, да, своим все равно будут, наверное, напиливать больше. И потом они воспринимают все-таки, все воспринимали до этого года. И сейчас нынешняя власть по всей вероятности местных избранников воспринимает в первую очередь как людей, которые будут работать как электоральные агенты во время выборов. Ну так было при Плохотнюке, до Плохотнюка и после Плохотнюка. Но это же новая власть. При этой новой власти местные избранники должны быть агентами развития региона. Изменений. Они должны быть гарантами защиты прав этих людей, развития своего населенного пункта и так далее. Привлечения инвестиций. Да, тяжело, да, подготовка не та и так далее. Но если мы не начнем сейчас, то я уже никогда не буду верить, что у нас это рефорит будет возможно. Тем более, что децентрализация власти это все-таки обязательство, которое взяла Республика Молдова и перед Советом Европы. И в кадре этого меморандума соглашения Ассоциации. Вот мы говорили о том, что власть как-то берется сразу за все и в конечном итоге мало что получается. Сейчас настал черед и адвокатов. Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам Олеся Стамати предложила поправку к закону об адвокатуре, согласно которой адвокатов можно арестовать без одобрения НАТО Союза Адвокатов. Обещанный витинг сияет на горизонте так и не начатой реформы юстиции, а уже возникает вопрос. Кто же из судей, которым ежемесячно заносил легендарный Константин Ботнарь по кличке Барсетко, будет судить его после экстрадиции на родину? Вот что заявил сам Константин Ботнарь из Лондона. Суд Чикан выдал мандат на арест экс-депутата от Демпартии Константина Ботнаря. Об этом 17 января сообщила Пресс-служба прокуратуры по борьбе с оргпреступностью. Сам Ботнарь находится в Лондоне. При этом 16 января Ботнарь опубликовал видеообращение к молдавским правоохранителям, в котором сообщил, что живет в Лондоне на законных основаниях, а все обвинения против него несправедливы. Не понимаешь, что случилось так. Инстанта дежудиката еще не была экспута на мой взгляд, в связи с моим взглядом, но уже шефы интерпола в РП Молдова теряяя в прессе в РП Молдова информация что уже были даты интерпола и получены интернационально. Авосты мои у меня приготовили о цереве, адресат к прокуратуре РП Молдова, где мы хотим формировать о комиссии оргатуре, чтобы быть исключен в Марию Британии. Я готов к коллабору с анкетой и не исключу. Константин Ботнер был генеральным секретарем земпартии. 4 декабря 2019 года он сдал депутатский мандат. За несколько дней до этого, 21 ноября, лидер демократов Павел Филипп заявил, что попросил Константина Ботнера сдать депутатский мандат, объяснив это тем, что Ботнер не приходит на заседание парламента. Ботнер неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, как один из главных ответственных за финансовые потоки демпартии. Вот дело наших таких эмигрантов трудовых, потому что Константин Ботнер заявил, что он работает в какой-то фирме там в Лондоне. То есть он не открыл себе свой бизнес, а он как простой, видимо, гастарбайтер, молдавский эмигрант, работая там на какой-то фирме. И очень многие чиновники, которые были задействованы в разных схемах коррупционных прошлого режима, они сейчас находятся, кто в Лондоне, кто в Бельгии, вот из Бельгии, ждем экстрадицию, был арест господина Топала, бывшего директора железной дороги, говорят, что есть в прессе промелькнуло, что и господин Зара находится в Бельгии, еще там другие наши чиновники. И вот по чуть-чуть начинается их пояс через Интерпол, и экстрадиция домой. Вот казус этого Константина Ботнеря, это настолько вот лакмусовая бумажка всей системы юстиции и желания провести ее реформирование. Вот в самом деле господин Ботнер, который уже сколько писалось, был от той барсеткой, который приходил и решал вопросы в судебных инстанциях, в которых не произошло сейчас ничего, ждем этого ветинга. И его сейчас экстрадируют. И как он приходит на судебное заседание, в котором судья был, например, тот, а там практически все, которому Константин Ботнеря заносил ежемесячно определенные суммы денег. Ну, пункт первый его еще не экстрадируют. Ну, понятно, да. И возникают у меня смутные сомнения, что с этим тоже будут проблемы, учитывая качество материалов, которые подготавливает наша прокуратура. Мы видим, уже это длится... Уже не первый год. Не первый год, начиная с Плохотнюка и кончая всеми остальными фигурантами громких дел и кражи миллиарда. Вот Шора уже сфотографировали, и знаете, где находится он в Израиле. Тем не менее, ничего не происходит. Не происходит. Проблема не в том, чтобы выяснить, где они находятся. Сам говорит, я в Лондоне, Кавкалюк передавал видеомесседж, сказал, вот мой адрес домашний, написал заявление, там мой домашний адрес, найдите меня там. По Платону тоже приглашал всех в Лондон. По Платону, видели мы его в метро Лондон. Может, мы прокуратуру... Проблема не в выяснении, где они. Проблема заполучить их обратно в страну. То есть мы их, во-первых, упустили из страны. Ну, об этом уже только ленивый не говорил. И почему-то происходило... Вот вопрос. Вот по Ботнарю. Человек правая рука главного мафиози страны. Ходил по стране, по государственным предприятиям с мешком буквально. Загружал наличку, привозил в офис. На эту наличку, значит, бандитская партия демократическая существовала, подкупала судей, государственных чиновников и так далее. Угрожал. Решал проблему. Вот вчера был репортаж вот этой дамы, чей сын Давитян был арестован. И Ботнарю звонил ей, говорил тебе, подойдет человек, ты сделаешь то, что он скажет. И мы тогда подумаем, как там решить вопрос и так далее. Решала такой. Значит, мне его жалко было слушать. Это первый раз, когда я слышу, что Костя Барсетко, не матерясь и более-менее каким-то привычным языком, две минуты говорит. Ну, там было много дублей, господин Толборин. Я думаю, что тут склейка такая. Да, склейка, да, да. Да, вот он прыгает из изображения. Он просто не способен, да. Человек не говорил. Он был депутатом двух созывов. Его ни разу не видели за трибуной. Он не занимался этим. Он получил статус и так далее. Вот этот человек, который построил дом за миллионы долларов, спокойно его продал. В форуме вывозил свое имущество из Молдовы. Его никто не спросил. Ты вообще, что ты делаешь? Куда ты едешь? Остановись, ответь, откуда у тебя деньги? Как ты продаешь? Да, как ты продаешь? Чем ты занимался все эти годы? Поменялась власть? Уехал человек, и он совершенно справедливый. И вас, его точки зрения, возмущаются. Слушайте, я был среди вас, никто меня не о чем спросил. Теперь вдруг что-то там начинается. Все вывозил, все продавал, вдруг вы сейчас заинтересовались. И теперь мы должны понимать, что выдает или оформляет документы на выдачу не милиционер или полицейский, коллега того, или прокурор, коллега того, который бумагу эту написал, а суды, что в Израиле, тем более в Великобритании, где там это очень строго. Судья, которые не знают, ни Ботнария, ни Плохотнюка, ни Кавкалюка, ни Платонова, нет контекста, ни обид наших не знает. Не то, что нас обобрали как липку. Он читает бумаги, которые приезжают к нему из Кишинева. Если в этих бумагах допущены ошибки, или они небрежно составлены, доказательства неубедительны, они руководствуются святым правилом презумпции невиновности, который говорит, что в случае недоказанности преступления все это интерпретируется в пользу обвиняемого, или там недостаточности доказанности и так далее. Насколько писали в прессе у него, дело открыто по поводу вот этой двойной идентичности. То есть мы на Кавкалюка открыли дело по Зеленке, поэтому по паспорту. Вот в чем они кто происходят? Вопрос другой. Послушайте, вот когда мы говорим о прокуратуре, почему у нас такое скептическое отношение к тому, что там происходит? Потому что я, например, лично не верю в способность прокуроров, которые обслуживали Плохотнюка. Они все там остались, может быть, за редким исключением. Все сегодня там, включая руководство прокуратуры. Способность интеллектуальную, профессиональную этих людей вообще расследовать такого рода дела, как кража миллиарда, как отмывание денег, как мошенничество и так далее. Эти люди не способны этими делами заниматься. И мы ждем репатриации. Люди говорят, давайте, когда уже будете привозить. Допустим, ад абсурдум, привезли кого-то. И тут во все красивые вопросы, которые вы задаете. А кто их тут будет судить? А кто будет их судить, да? Кто их будет судить? Вот мы говорим, ветинг, сейчас будет преветинг. Они будут анализировать тех, которые будут претендовать на посты. Ну и, конечно, вот этот скандал с адвокатами, я тоже думаю, что это не самая была важная проблема в реформировании юстиции, для того, чтобы сейчас отменить второй абзац статьи 52-й, о том, что адвоката можно арестовать без того, чтобы запросить разрешение у Союза адвокатов. Тут как раз вопрос о приоритетах, в чем эта реформа юстиции, и почему сейчас уже взялись за адвокатов. Судьями все вопросы решили, то они взялись за этого. Судьями ничего не решено. Сейчас адвокаты должны, в самом деле, мало того, что они законом даже социально не защищены, сейчас надо настраивать против себя целую армию адвокатов. В этом месте власть фактически невозможная. Она объединила честных адвокатов и тех, которые служили режиму. И она создала такую солидарность адвокатскую. И теперь наша традиционная рубрика «Перломет». В которой мы отмечаем лучшие перлы, произнесенные нашими политиками, чемпионом этой недели становится министр юстиции Серджио Литвиненко, который написал в Фейсбуке, что желание некоторых атаковать власть, публикуя огромные счета за газ, может им навредить. Они могут привлечь внимание инспекторов неподкупности и прокуроров. Знаете, я вспоминаю, помните, был такой министр, итальянский министр социальной защиты, мы ее дамо, не помню, к сожалению, имени, мы сравнивали ее с нашим министром. Когда она плакала в прямом эфире, объясняя, почему государство не может самым незащищенным дать больше. Она показывала сочувствие, сопереживала, эмпатию этим людям. Ну и выходила Валентина Були, который мы повысили на 15 лев, значит, пеленкуцы, да, выступала в каких-то таких позициях. И вот Сергей Литвиненко, вместо того, чтобы сказать, ребята, уважаемые сограждане, мы понимаем, нам больно, мы думаем, как. Но больше не можем. Он угрожает прокурорами, что мы сейчас с НСКП мы в вой. Да. Понимаете? Ну, очень молодец, конечно. Да, таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меняться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok